Остался монтаж козырька и отделка фасада вокруг окон. Ремонт отделения детской художественной школы на улице Океанская в краевой столице практически завершён. Работы проводятся в рамках национального проекта «Культура». Их стоимость – почти 10 миллионов рублей. Практически все работы выполнены, но полностью сдать объект в срок подрядчик не успевает. Из-за дождливой погоды в июне заливка цоколя, крылец и отмостки сдвигались, что повлияло на сроки монтажа навесной системы. Накануне депутат законодательного собрания края Владимир Агеев совместно с мониторинговой группой проверил ход работ. Мы предполагали, что необходимо будет перенести сроки и говорили об этом на прошлом нашем заседании выездном. Действительно, это было правильно сделано, потому что сегодня мы видим ещё работы не до конца выполненные. Основная проблема – это то, что не хватило металлокассет из-за неправильной обмера самого здания. Поэтому в ближайшее время вот такие небольшие швы, которые здесь мы видим, будут также закрыты. В целом работы выполнены. Установлены нехабдимый утеплитель, установлены металлокассеты, сделаны в виде натурального камня фундамент, сделаны отмостка, поэтому на работу выполнены достаточно качественно. Все небольшие замечания, которые отметила комиссия, подрядчик принял во внимание. Мы сегодня проехали вместе с управлением по национальным проектам стратегической деятельности губернатора Камчатского края, депутатами городской думы, прокуратурой, Российским народным фронтом, общественной палатой. Поэтому вот такое большое мониторинговое совещание в итоге определило то, что работы действительно выполнены и уже дети 1 сентября пойдут в художественную школу, которая будет с новым хорошим фасадом. Ну и, конечно, мы рекомендовали, чтобы все-таки провели благоустройство территории, но это уже будет, наверное, сделаться в рамках другого проекта. Камчатские парламентарии входят в состав комиссии, которая проводит мониторинг работ на объектах благоустройства в рамках национальных проектов. Контроль за реализацией депутаты проводят по поручению председателя Заксобрания края Ирины Унтиловой.